Во время долгих месяцев на борту космического корабля с ядерным двигателем воровский экипаж будет наслаждаться тем, чего еще не было ни в одном полете искусственной гравитации. По дороге на Марс и обратно они не будут плавать в невесомости. Наш корабль будет длинным и ровным. Он сможет вращаться как пропеллер на самолете и создавать искусственную гравитацию. Это предотвратит негативные последствия для организма в результате длительной невесомости. Сделание выдвигал воровский идею применения ядерного двигателя для полета на базу. Он надвигается на людей, которые этого боятся. А не станет ли ядерная ракета ядерной бомбой, если вдруг сорвется в пределах сильной атмосферы? Хотя возможность этого весьма отдалённая. Во время запуска на ракету ядерный двигатель это просто груз. Он становится радиоактивным, только когда окончательно собран и запущен. Это будет далеко в космосе. Любая неисправность повлечёт негативную остановку. Затем нужен ядерный двигатель для доставки людей на Марс. Может и нет, но если мы хотим, чтобы экспедиция была успешной на протяжении всего времени, то стоит использовать инженерные решения с ядерным двигателем. Решение, основанное на телении ядра атома. Термоядерное или электроядерное. Это будет эффективным решением на долгое время, которое откроется в личной системе людей. Выбор типо двигателя связан с другим критическим вопросом. Выбором траектории движения максимума. Не говоря о том, что он находится на расстоянии как минимум 56 миллионов километров. Это ещё и движущийся цель. Выбором траектории, вопрос жизни и смерти. Учёные и инженеры принимают тысячи важных решений по поводу космического корабля, который полетит на Марс. Но когда это путешествие начнётся, диктуют монеты. Земля и Марс находятся на расстоянии ещё раз в космосе. Они вращаются вокруг Солнца с разной скоростью. Поскольку взаимные расположения всё время меняются, то будет приятный момент для самоскоглодируемого корабля на Марс. Доступает только один раз в 26 месяцев. Нужна от невообратимой точности, как просить иголку с западного берега на восточный. На Марс есть два пути. Вопрос в том, сколько вы хотите там пробыть. Оба варианта с длинным пребыванием требует полутора лет на Марсе. По дороге туда экипаж стартует с Земли, когда планеты относительно близко к этому. Тоже должно быть и при возвращении. Момент времени должен быть соблюдён абсолютно точно. Если астронавты на Марсе не попадут точно в это окно, они не смогут вернуться на землю. Им придётся ждать, пока планеты вновь встанут в дружное положение. Марс и Земля должны оказаться в дружном месте в дружное время, чтобы корабль смог вернуться на Землю. Это очень важный момент. Может потребоваться времени. Другой вариант. Короткое пребывание на Марсе. От 30 до 60 дней. Затем отлететь вокруг планеты. И домой по другому пути. Маршрут полёта пройдёт мимо Венеры с использованием её гравитации для дополнительного набора скорости для полёта к Земле. Но и здесь точность планеты. Это всё. Прилипы, которые подгонят вас обратно к Земле, не будет. Планеты летят слишком быстро. У нас нет достаточно больших ракет. В нескольких сотнях метров от Северного моря в Дитерландах и Европейское космическое агентство уже давно работает над критическим вопросом выбора одного из двух вариантов длительности пребывания на Марсе. Они решили, что за 500 дней на поверхности Марса можно узнать больше, чем за короткое время пребывания. Но для запуска появляется каждые 25 месяцев. Путь на Марс занимает от 6 до 9 месяцев. Затем 9 месяцев назад. На всё, про всё получается экспедиция в 1000 дней. Примерно 100 дней может занять экспедиция на Марс. Итальянский аэрокосмический инженер Лариданна... Это переношек Жироэль. ...разрабатывающий космический корабль, который может выдержать тысячедневное путешествие на Марс. Итак, мы обсуждаем доставку налетаемого лодуля, с которым наши шесть оставляют не долгий месяц во время путешествия. Итальянского аппарата. Общая длина Марсианского корабля предполагается 100 метров. Размером с футбольное поле. В середине будет находиться экскурсионный модуль. Это будет комбинация спускаемого аппарата, временного убежища и взлетного аппарата. Задняя половина корабля будет многоступенчатой системой двигателя, которая не доставит экипаж к орбите Марса. На многие месяцы путешествия этот корабль будет мировое обитание членов экипажа. Задняя половина корабля будет мировой обитания членов экипажа. Задняя половина корабля будет мировой обитания членов экипажа. В регионах членов экипажа будет мировой обитания членов экипажа. Не нужно accelerate мировой обитания членов экипажа. предприятия, и должно быть там удобно. Бессион и ее команды до сих пор изучают основы пилотируемого полета в космосе. Они никогда не запускаются в тренинг-пилете, а еще не принято решение по поводу типа двигателя, но никто не хочет отставать в гонке на Марсе. Европейское агентство хочет знать, как мы можем начать планировать развитие европейских технологий, основываясь на том, что нам будет нужно в полете. Надеюсь, что мы туда полетим. Надеюсь, это случится, пока я еще буду работать. Европейское агентство не полетит туда в одиночку. В отличие от европейцев, русские космические инженеры имеют длительный опыт пилотируемых полетов в космосе. Они были очень успешны в длительных орбитальных полетах на станции МЕР и на Международной космической станции. Они применяют ту же технологию для корабля, которая заставит космонавтов на следующем этапе полета на Красной планете. Мы можем с уверенностью сказать, что у нас есть прототип пилотируемого космического корабля на полета на Марсе. Сейчас этот прототип находится в строительном лесу. Геонид Держков из энергии превратит этот модуль космической станции в новый марсианский корабль для шести космонавтов. Он будет назваться МЕР. Марсианский экспедиционный комплекс. Горжков уверен в этом модуле. Это опробована технология. Она находится на орбите и сейчас. ЗВЕЗДА СЕРКСТНЫЙ МОДУЛЬ ДЕАТРНКС. Замечающий двигатель, средства связи и системы жизнеобеспечения. МЕР. Выродил старые мечты. Россия начала планировать освоение марса более сорока лет назад. Этот проект был платен еще в шестидесятых. Я был очень молодым и принимал в нем участие как начинающим. ПОДПИСЫВАЮТСЯ ПОДПИСЫВАЮТСЯ